Сегодня у нас очередное заседание Апердяевских сред. Привет! И, соответственно, мы приветствуем нашего уважаемого гостя, старшего научного сотрудника Дома русского зарубежья имени Солженицына, Ксению Борисовну Явнишину. Ксения Борисовна, вам слово. Сегодня она нам поведает про Бердяева и евразийцев. Надеемся, все будет очень интересно. Спасибо. Итак, Бердяев и евразийцы. Может быть, тема несколько неожиданная, хотя я так для себя прошерстила интернет. На эту тему очень любят писать статьи начинающие исследователи. В основном берут его две критические статьи о евразийцев 1926-1925 года, 1926-1927 года. Вот там, собственно, две были статьи. Отдельные факты. Ну и эти статьи прочитываются, как, знаете, священное писание. То есть сам Бердяев сказал. Все. Дальше просто делается краткая выжимка из этих статей. Немножко аплодисментов. Ну, собственно, вот. Все. Статья готова. Таких статей много. Они однотипны, неинтересны. И, собственно говоря, ничего не понятно. Почему он критикует евразийцев? Как он к ним имеет отношение? Прав ли Бердяев в своих претензиях? В чем, собственно, суть этих претензий? Ведь она же должна основываться на каких-то мировоззренческих вещах у самого Бердяева. Вот такого рода вещи мне, честно говоря, не попадались. Может быть, просто я плохо ищу, плохо знаю. Ну вот как есть к этому моменту. Вообще Бердяева евразийцев не ассоциируют, ну или редко ассоциируют, потому что у Бердяева определенная философская репутация. Он персоналист, он занимается проблемами свободы, творчества, свободного духа. Ну, одним словом, вот его поле деятельности. А кто такие евразийцы? Это, с одной стороны, такие мальчики для битья русского зарубежья, потому что о них не писал критическую статью только ленивые. Они сами на себя писали критические статьи. С другой стороны, они же кто такие? Татисты, они коллективисты, они вообще приветствовали, в конце концов, чуть ли не коммунизм приветствовали в лице Корсавина, который вышел встречать Красную Армию, насколько я помню, вернее, представителей там, хлебом с солью и прочее. Ну, то есть слишком разные полюса, но это только при первом таком поверхностном приближении к этой теме. Давайте я сейчас попробую, у меня мало времени, много материала, вот у меня, как всегда, возможности, желаниями, попробуем их совместить, насколько я смогу донести свое видение того, что такое были взаимоотношения Бердяева и Евразийцев, на чем они, собственно, основывались. Я попробую вам показать, что эти взаимоотношения было, их было немало, этих контактов, этих связей, критических статей или приветственных статей. У Бердяева всегда это перемешано, кстати. Было намного больше, чем обычно пишут аспиранты на эту тему, просто почему-то не все дают себе труд прошерстить все номера пути, хотя это элементарно, они выложены в общем доступе, ну и так далее. Вот мы будем об этом говорить. Это маленькое вступительное слово. Что касается чуть глубже, мой доклад называется «Бердяев и евразийцы к истории непростых взаимоотношений». У него есть подзаголовок, который не попал в основную тему, потому что он немножко такой более уже личный мой, это я вам сейчас его оглашу, а именно двоеточие «Бердяев без фильтров». О чем он идет речь? Дело в том, что в этом году мы празднуем 150-летие со дня его рождения, в 1974 году он родился, в 874 году. И сложилось уже определенное мнение, оно совершенно справедливо, что Бердяев это такой философ номер один для России в 20 веке, как философ номер один для 19 века был, несомненно, Владимир Соловьев. И вот этот флёр, во-первых, отдалённого расстояния, во-вторых, такого несомненного блеска, почитания, уважения, восхищения, оно от нас немножко затемняет саму реальную живую фигуру Николая Александровича. Вот чуть-чуть всё-таки о его Личности, и это важно, потому что это ключ ко всему. Если мы изучим более глубоко его Личность, поймём, в чём там проблемы, потому что великий человек, тем более философ, он становится через преодоление проблемы. Если человек счастлив, у него всё в порядке, солнце светит, собственно, о чём размышлять? Ну, разве что о бихевиоризме, я не знаю, но это будет неинтересно. Во всяком случае, в России не прозвучит. Итак, давайте попробуем без фильтров. Ну, во-первых, Бердяев пришёл в философию, юный Бердяев, красивый, молодой, потомок многих родовитых кровей, естественно, и Кугушевы, с одной стороны, это татарские мурзы, это и французская бабушка, это и польско-литовские броницкие, это и Бердяевы, ну, составляющая русская, там самая маленькая, да, как это обычно и есть у русских аристократов начала XX века. Тем не менее, да, он пришёл в философию как марксист, то есть как человек, для которого важны социальные вопросы. Это очень важно. Он не любил монархии вообще никогда. Не до революции, не после революции, не в эмиграции. О старой дореволюционной России размышлял без ностальгии, без интереса. Царский режим ругал до последних дней своей жизни. Ну, если в молодости он был очень резок, но это было связано с его неврологическим заболеванием, к старости он помягчел, он стал красиво формулировать, всё это очень приятно, но тем не менее, никакого фавора по отношению к старой царской России там нет, что вообще-то не очень типично для русской эмиграции, которая в той или иной степени ностальгировала, конечно. Далее. Что у нас в самом рождении? Как я упомянула, довольно родовитый род, где-то, может быть, одна четвёртая русская, всё остальное не русская. Но дело даже не в том, что там было не русского, это же была Российская империя. В Российской империи немножко другой был акцент на национальный момент, безусловно, нам сейчас он не очень, кстати, понятен и ясен. Аристократия была вообще мало русской в Российской империи, поскольку все аристократии грузинские, армянские, неважно какие роды, они, естественно, присоединялись и приравнивались соответственно к аристократии российской, русской. И вообще русский человек, это, конечно, общее для названия, а дальше мы смотрели, какой именно русский человек. Как правило, немец, там ещё кто-то. Французов, кстати, было очень мало, поэтому Бердяев в некотором роде своей французской бабушкой такой интересный экземпляр, скажем так. Брат Сергей Александрович Бердяев, трагическая фигура, содержался до 1914 года на средства Николая Бердяева, содержался, соответственно, в клинике для психически больных людей, в конце жизни он совсем плохо был. Собственно, это он первый его привёл в революцию, к марксизму, снабдил литературой, разница там была почти в 15 лет. Один из творцов украинства, кстати, любил писать стихи на украинской, причём такие довольно примитивную сынку, любить там Украину, всё абсолютно как будто бы сегодня, можно на любом форуме прочитать, даже как-то обидно, может быть, плохо знал украинский, я не знаю. Даже любил носить одежду украинскую, вот он такой потомок всех этих французско-татарско-немножко русских кровей, вот на папаха, там чего-то такое, фотографии, украинская мова, ну это вот тоже очень характерно, очень характерно, да. Но при этом соотношение такое, примерно 500 стихов, из них 100 на украинских, 400 на русском. Итак, у Сергея, всё-таки в отличие от брата, было трое сыновей, один умер во младенчестве, второй в юности, в 22-й год, такая трагическая судьба, там очень много молодёжи погибло. Глеб, ещё последний его сын, женился на Вере Воронцовой, Вильяминовой, потом к Александру Сергеевичу Пушкину, такие знатные люди, детей в браке не было, поэтому род Бердяевых пресёкся со смертью Глеба Сергеевича Бердяева в 1950 году. Почему пресёкся, тоже понятно, к сожалению, вот неврологические, психические, нездоровые моменты в этом роду усиливались, и там уже дальше не продолжилось. Ну, что-то, видимо, такая генетика была. Итак, по традиции, Николай был зачислен в пажи с детской, в пажеский корпус он так и не попал, воспитывался дома, потому что он, по сути дела, не мог находиться в коллективе постоянном. Неврология давала о себе знать в детстве. Вообще, нужно сказать, что до 20 лет, примерно до поступления в университет, это была постоянная борьба с болезнью, с какими-то нервными вещами, сначала нервно больной, ну, там с матерью тоже были проблемы, всё время полуопущенные шторы, крики матери, крики брата. Это было непростое детство, поэтому он придумал такую защиту для себя, как бы психика дала такой ответ, он просто, просто вот не видел, как бы такая, поставил заслон, поэтому он у себя в самопознании, в книге пишет, что у меня нет никакого ощущения, что я вообще родился у этих родителей в этой стране, я как будто бы пришёл сразу вот оттуда, из эмпирии. То есть не было связи с чем-то родным, тёплым, понятным, ну, уже так таково детство, это очень важно, потом мы посмотрим, почему. И так, к обучению он был не способен, ему наняли репетитор и пытались что-то с ним сделать, репетитор сказал, я не буду с ним заниматься, он не способен. Кое-как готовился к сдаче, чтобы получить аттестат, аттестат вышел почти весь с тройками, три с половиной, если бы сейчас Николай Александрович поступал, его даже в наследство, наследство бы не взяли, потому что средний балл по аттестату на слесаре у нас 4.1, там было 3,5. Только французский язык был пятёрочка. Всё остальное. И эта сдача, попытка сдать аттестат, она настолько ему тяжело далась, что именно в этот момент он приобрёл свой знаменитый нервный тик, когда вот он, у него судорога по лицу, рот открывался, валивалось лицо, он не мог это контролировать, но с возрастом стал лучше контролировать, предпочитал сигар зажимать в углу, такой вот был немножко залихватский у него вид, поэтому как-то... И вот понимаете, вот такой вот человек, трагический, сложный, выходит в конце концов в мир с этим аттестатом, который даёт ему право поступить в высшее учебное заведение, поскольку, как мы знаем, ранее в университеты можно было поступать без экзаменов, принести только бумажку вот эту заветную, не важно, что там написано. поступает, через год вылетает. Не может он в коллективах, для него любой коллектив — это ситуация, когда он... Причём не любой, конечно, коллектив, а именно коллектив, где нет творческого взаимодействия, коллектив, который не сам он организует. Он потом стал организатором самых лучших, самых долгоиграющих коллективов, редакторских, кружков философских. Но воспринять чью-то другую систему он не может, он может создать только свою собственную. Это вполне нормально. И так, сейчас мы должны проследить его... Ой, простите, творческий путь, куда-то сбилось. Надеюсь, вот так. Творческий путь от от вот этого человека, вот к этому, да. То есть от молодого, юного. Вот он выходит в жизнь для того, чтобы переработать вес свой, тяжёлый опыт детства-юности и стать философом номер один России, русской мысли. То есть для меня лично величие Бердяева, даже не в его философских книгах, а в том, что он смог совершить этот скачок. Я представляю, даже не могу себе представить, какой это был скачок, какие это были усилия невероятные. То есть, наверное, вот это аристократическое положение его, у него там все военные были в роду-то в основном, причём такие довольно лихие, но они дали ему эту возможность. Плюс конечное чтение. Мальчик читал. Он очень рано начинает писать о России, но он России не знает. Он там никогда не был. Первый раз он столкнулся в России, когда попал в Вологду, в марксистскую свою ссылку. А до этого что он видел? Дома говорили по-французски, называли его Ни, по-французски манера, его не звали, там Коля, Николай или Котя, как Николая Трубецкого. И он был Ни. Мать по-французски разговаривала, писала по-французски, она очень плохо писала по-русски. В основном это Карлсбад, все без конца лечились, поэтому немецкий язык как родной. Жил под Киевом, в киевском местечке, либо в имении всю осень, они проводили в имении броницких, польско-литовских своих родственников. То есть, где Россия, кто? Поэтому во всех его писаниях, и поздних, и ранних, и самых последних, собственно, России как таковой мы не встречаем. Он не пишет ни об Урале, ни о Сибири, ни о Дальнем Востоке, ни о каких-то спецификах, только о России. Что такое Россия? Какая-то общая такая абстракция. И для него это явно загадка. Но в Вологде, на севере, он в первый раз с ней все-таки столкнулся. И так далее. Сейчас мы немножечко прыгнем через какие-то биографические вещи. Я думаю, они достаточны, чтобы понять, кто перед нами. Но я не буду тут. Там много всего было. Например, жизнь — это болезнь. Как ему внушали, и как он сам это пишет в своей биографии. Но мы не будем. Мы сейчас сразу скакнем в 1914 год. То есть смерть брата, которая немножко развязала все-таки его руки. Он нес тяжелое бремя, вполне достойно, конечно. И начало Первой мировой войны. Пропущу весь этот московский его период, знакомство с философами. Первые книги, которые, кстати, были слабы и не очень удачны, по отзывам современников. Я не буду комментировать. Пусть каждый свое мнение составит. Но лично мое мнение, что в принципе первые его книжки немножко вообще слабоваты. Ну а как иначе может быть, собственно говоря, у юноши? И вот 1914 год он начинает впервые осмысливать большие нарративы. Мировая война, выход России на мировую арену. Что такое русский народ, с кем он борется, зачем, почему, какие цели, какие последствия, что будет дальше. Это все его очень волнует. И, наконец-то, он в 1918 году выпускает свою первую историасовскую книгу, которая очень важна. Судьба России важна для нашего разговора о евразийцах, конечно. Судьба России. Ну, как мы видим, здесь обозначен 1918 год на обложке. Содержание статьи относится примерно вот к мировой войне, плюс даже еще, по сути, она до революции написана. По сути, до революции. Смотрим содержание. Давайте посмотрим внимательно, что мы тут видим. Секундочку, сейчас для себя тоже открою, то, что мне там плохо видно. Есть. Итак, душа России, понятно. А вечно бабьем в русской душе война и кризис интеллигентского сознания. Посмотрим, это тема Николая Трубецкого, кстати. Темное вино, азиатская и европейская душа. Евразийская тема. О власти пространств над русской душой. Тема советского пространства. Централизм, народная жизнь. О святости и честности, об отношении русских к идеям. Далее проблема национальности. Восток и Запад. Опять евразийская тема. Прям тут набатом всё звучит. Национальности человечества. Вспомним Европа и человечество. Книга Николая Сергеевича Трубецкого, с которой евразийство началось. И далее он. Конец Европы. О, о чём писали евразийцы-то. И так далее. Судьба Парижа, соответственно, всё плохо. Русская, польская душа. Религия германизма. Вот с этим, собственно говоря, он выходит в мир, скажем так, эстериасовской мысли. И эта тема Восток и Запад, она его не оставит. Вот очень важно понять, я тоже, может быть, не очень глубокий-то специалист по Бердяеву, я занимаюсь евразийцами. Бердяев у меня просто как один из персонажей идёт русского зарубежья в соприкосновении с евразийцами. Но расхожее мнение таково, что главная тема Бердяева — это творчество, это человек, это свобода. Но почему-то упускается, что для него тема Востока и Запада была тоже центральной. Он всю жизнь о ней писал, вообще всю жизнь. Вот от первой книги до последней, там всё время это присутствует. Только нужно понять, что для него был Восток и Запад. Естественно, не то, что у евразийцев. Кстати, у евразийцев тоже было разное понимание Востока и Запада. Вот нужно к этому присмотреться и разобраться с этим. Итак, давайте немного поговорим о судьбе России. Итак, нужны новые реакции живого духа, говорит он, понятно. С Востока, ни арийского, ни христианского, идёт гроза на всю Европу. Ну, такой, знаете, взгляд испуганный. Грядут, кто опасность, кто плохой? Япония, Китай, крайний Восток и крайний Запад, то есть Америка, США. Спасём Европу и европейскую культуру от китаизма и американизма. Очень боится за судьбу европейской культуры. Чувствует, что она хрупка. К этому времени он уже хорошо прочитал, естественно, Освальда Шпенглера. Они вместе выпустили с товарищами знаменитый сборник на эту тему. Реакция. Он неоднократно писал, что в Европе уже масса людей говорит о гибели европейской культуры, об опасности. На нас варварство катится. И что же будет делать Россия в этой ситуации? Кто есть Россия? Хорошо. Итак, смотрим. Далее немножко покаяния. Очень мало. Практически единственный раз. Все мы приложили к этому руку. Речь идёт о революции 1917 года. Естественно, про марксизм кается. Нельзя было расшатывать исторические основы русского государства во время страшной мировой войны. Это было безумие. Ну, разумно. Далее смотрим. Немножко розовых мечтаний. В этот момент, в момент написания книгу, ему около 40 лет. Чуть-чуть за 40. Все христианские народы должны объединиться, покаяться, чтобы остановить Китай и Америку. То есть реалии войны, что это империалистическая война, что там сталкиваются два империализма, а то и три. Российская империя, Германская империя. Какие там вообще ситуации происходят. То, о чём, кстати, писали евразийцы. Усавистский в этот момент писал в 14-15 год борьба с империализмом. Какие проблемы происходят в Европе, что вообще в Германии перенаселение. У них уже 80 миллионов, каждый год по 900 тысяч, они могут прокормить только 70. демографический кризис. Они пытаются, Германия пытается для себя выбить колонии, Англия их выбивает из Африки. Кризис, кризис, кризис. Никто не знает, что делать с возросшим населением. Первая мировая война, это, конечно, ответ в первую очередь на демографическую ситуацию, потому что появились, улучшились, скажем так, условия, при которых из 10 детей умирало не 5-7, а только 3-4, понимаете, это был вызов, с которым человечество до этого еще не сталкивалось. Я уж не говорю про геополитические моменты, про борьбу Англии. В общем, ничего этого нет. Вот есть только такое, знаете, вот давайте жить дружно на уровне детского сада. Ну, по сути дела, я вот что вижу, то я и читаю. Итак, но здесь есть один очень важный момент, который сблизит его с евразийцами. Собственно, это центральная тема, которая станет главной основой его сближения с евразийцами, а именно по революционность мысли. Бердяев вот в силу своего гения, в силу того, кем он был, его личности, он по революционный писатель, философ, он сам о себе об этом много раз говорил, он этим гордился, а именно, произошла война, потом революция. Все, старого мира нет, забываем о нем. Нету старого мира, ничего нету больше, мы строим только все новое. Кстати говоря, вот сейчас это тоже такая ситуация, вы заметили, после ковида, после 24 февраля нет старого мира. И тот, кто этого не понял, тот обречен на многие проблемы, скажем так, от экономических до психологических. евразийцы, это тоже было едва ли не единственное пореволюционное движение. То есть, они пришли с мыслью, очень громко ее кричали, очень громко заявляли, старого мира нет, вы не можете цепляться ни за старую монархическую Россию, ни за старую Европу, ничего нет. Все, мы находимся в ситуации разрушения этого мира, давайте строить что-то новое, ну и так далее. Хорошо, значит, старого нет, перед Россией встает великий мировой задача, это евразийская мысль, естественно, однозначно. Но, в чем цель? Соединение России и Запада, окончательное преодоление славянофильской, западной, западнической, такой вот струи в русском национальном сознании, в душе, которое разрушало все время Россию. Это должно быть упразднено. Россия должна стать подлинным западом, подлинным западом. Такая интересная мысль, но тогда возникает вопрос, а что такое запад, а что такое восток? Вот давайте посмотрим, что такое запад и что такое восток для Бердяева. Итак, он пишет, что душа России якобы женственная. Это очень популярная мысль в начале XX века. Она не вмещается в форме. Россия, земля покорная, женственная. В русской истории не было рыцарства, говорит Бердяев, это он будет повторять всю жизнь. Кстати говоря, насчет этого рыцарства, вот тоже здесь вот есть абстракция. Мысль Бердяева часто абстрактна. Кто такие были средневековые рыцари? Такие жуткие бандиты, да не дай бог вообще их иметь у себя под боком. Грабежи, безобразие, их срок годности жизни был максимум 8 лет. 2, 3, 5, 7 лет. Потом всё, всё. Это были, это кошмар на самом-то деле, по большому счёту. А нет, вот рыцарство, вот не было рыцарства. Арестовые походы? Да, да, ну вот не было. Это очень плохо. А то или? Это не то. У него нет конкретики, в том-то и дело. У него Россия абстрактна. Вот абстрактные понятия. Вот нет рыцарства, значит нет мужской составляющей. Это плохо. Вот если было рыцарство, там немножко мужского бы побавили, вот ту соли посолили, а так женское. Не то. Итак, далее, мне очень важно вот сейчас эту тему найти насчёт мужского и женского, потому что первый период творчества, это, собственно говоря, он в этих категориях и размышляет. Можно сказать, что такой вот. Итак, вот я нашла, сейчас я вам разберусь. Что такое восток и запад? Итак, я выписываю прям по Бердяеву, ничего не придумываю. Восток — это Азия, то есть дикость, идолопоклонство, детство, наивность, глупость. Цитата. Вот от этого азиатства пора бы освободиться русскому человеку. Это тьма и варварство. В России много варварской тьмы. В ней бурлит тёмная, хаотическая стихия Востока. Рабство у женского начала. Женское начало страшно пугает Бердяева. Что такое женское? Стихийное, родовое, бытовое, национальное. Ну вот давайте подумаем. А давайте вычим все вот эти начала. Родовое, бытовое, национальное. С чем мы останемся? То есть отрицается само тело культуры, само тело государства отрицается. Я когда такие вещи, у него очень много ведь такого. Читаю, мне тут же такая песенка вспоминается. Спросите, может быть, не к месту у Гребенщикова, который иноагент. Друзья, давайте все умрём. Зачем нам жизни трепыхание? Уж лучше гроба громыхания и смерти чёрный водоём. И причём это всё красиво подаётся. Да? Рациональное – это смысл и традиции, которые женщина бережёт и хранит. Ну, это всё женское, гиблое, обожествление животного начала, плоти, быта, вечный соблазн, вечная духовная опасность для России, пленительная, затягивающая, первородная стихия. Одним словом, Восток и Азия есть женская стихия, женское тёмное начало. Что такое женское в более чётком приближении у Бердяевой? Слабое в интеллектуальном смысле, глупое. Вот цитата. Сознание у русских интеллигентов почти так же слабо, как у женщин. Безответственное, рабское, зависимое, тёмное, иррациональное, пленяющее, то есть смерть в пределе и тьма, от этого надо отказаться. Смотрим дальше. Что такое Восток? Мужское, партикулярное, жёсткое, нечуткое к духовным проблемам. Восток, простите, спасибо за замечание, Запад, конечно, речь о Западе, о мужском начале. Католическое, вселенское, но шовинистическое, завоевательное, агрессивное, бесконечно, богатое, сложное, Европа бесконечно сложнее, чем это представляется горько, бесконечно богаче. Она романтична, созерцательна, мечтательна, это рыцарство в трезвом духе, в свете разума. Но нужно сделать, конечно, важное замечание, что Бердяев, он же не так прост, он говорит, что то и другое в отдельности очень плохо. Надо найти гармонию этих начал, надо найти слияние этих начал, и вся беда России в том, что у нас слишком много этого женского, надо его, во-первых, это женское, вырезать, выкинуть, убрать, покаяться, и чтобы во всем этом процвело мужское, западное, рациональное, светлое, тогда будет вот то, что надо. то есть Бердяев... Да, естественно. Но поэтому ему важно и то, и другое. Да, да. Если у нас есть, существует женственность в нашей стране, действительно, она выше, чем в других странах, но она же... А кто сказал, что выше? Это не отрицание мужского начала в России. Так это, понимаете, а он потом сам это всё будет отрицать? Нет, он не отрицает. Так он, я вам докажу. Он потом, после Второй мировой войны, совершенно другие вещи будет говорить. Он даже здесь, в этой работе, он рассматривает эксклюзм. Извините, что ты рассказываешь, давайте... Да, мы потом обязательно... Да, да, да. Но я здесь не говорю о том, что вот... Ну, собственно говоря, о чём мы спорим? Да, он говорит, что есть вот это, есть вот это, тут не хватает. А дальше Российская империя, как звериное царство. Дальше посмотрим. Я сейчас вам кластеры, понимаете, даю, потом будем с ним разбираться, чуть-чуть попозже. Итак, русские, русский народ и так далее. Цитаты. Гений формы, не русский гений, нет у русских людей творческой игры сил. Русская душа подавлена русскими полями, необъятными русскими снегами. Русские почти не умеют радоваться. Всегда было слабо у русских сознание личных прав. У русских нет самодисциплины, самодеятельности. Русский человек не идёт путём святости, никогда не задаётся такими высокими целями, он просто поклоняется святым и святости. Всякий призыв к личной дисциплине раздражает русских. Приходится грустью сказать, что святая Русь имеет свой крелитив в Руси мошеннический. Идейная отсталость, нелюбовь к самостоятельной жизни, русская нелюбовь к идеям, равнодушие к истине и так далее. Очень много. Вот давайте посмотрим. Я сейчас вот... Почему большевики победили? Давайте чисто психологически возьмём момент. Русские интеллигенты всегда на все корки чистили Россию, русский народ и всё такое. А что у нас коммунисты, большевики говорят? Слава народу! Слава народу-герою! Слава вот всем! Там, я не знаю, космос-покорителю! Там... Слава-слава! Там просто... Если посмотреть, сколько воспевали славу этому самому народу, за голову хватаешься. То есть просто ассан, аллилуйя, можно храмы строить, кодить с утра до вечера. На каждом углу были эти плакаты. Ну, я думаю, что вы ещё помните. Даже я помню. Хотя в моё время уже, так знаете, всё обсыпалось немножко. Ну, представьте себе, приходят к вам два человека, один вас ругают на все корки, ты такой, а второй слава тебе, ты там весь великий из себя победитель, прекрасный. Ну, конечно, понимаете, в этом была какая-то психологическая глухота, вот, простите, я ещё раз говорю, без фильтров. Бердяй в данном случае, он нисколько даже своё мнение высказывает. Я ещё раз говорю, да он слабо знал русский народ, по сути дела, он как-то с ним не очень много соприкасался. Это такая, как бы хороший тон, такой, знаете. Восхвалять русский народ, это маветон. А ругать его на все корки, чистить, что он такой сякой, розет, таки пьяный, там, никакущий, это вот хорошо. Вот, к сожалению, почему-то тут такое вот у нас есть. Об этом сам Бердяев пишет, да, что это антиномия русского, слабое национальное самосознание. Слабое национальное самосознание. Но как Бердяев русский народ ругает, это прям даже поискать, это редко, прям уж до такой степени, уж сильно он недоволен. Итак, значит, с этим мы разобрались. Гармонии нет. Гармонии нет. Гармония нужна, она востребована. Русский народ должен быть в гармоническом состоянии. Сейчас попробую вам найти. Ну вот, например, сейчас секундочку, так, вот, 17-я страничка. Это как раз из раннего произведения, да, то, о чем мы с вами говорим. Германская раса мужественная, самоуверенная и ограниченно мужественная. Германский мир чувствует женственность славянской расы, думает, что он должен владеть этой расой и ее землей, что только он силен сделать эту землю культурной. Давно уже германизм подсылал своих свах, имел своих агентов и чувствовал Россию, предназначенной себе. Русский народ почти уже готов был примириться с тем, что им управляют немцы. Россия осознала себя, стряхнула себя пассивность, разбудила в себе мужественные силы и почувствовала себя призванной к великим делам в мире. В мировой борьбе с германской расой нельзя противопоставить и одну женственность и покорность славян. Нужно раскрыть в себе мужественный лик под угрозой поглощения германизма. Война мира славянского и мира германского не есть только столкновение вооруженных сил, она глубже. Духовная война, борьба за господство. А теперь чуть-чуть мы сдвинемся к его последней книжечке. А это последняя книга «Душа России». Это уже заключительная, он уже... Это после войны. А здесь мы что-то совсем другое читаем. Посмотрите. Верно, что в германском народе есть преобладание мужественного начала. Прошло почти полвека, пишет одно и то же. Но это скорее уродство, чем качество. Посмотрите. Все-таки этот опыт, страшный опыт Второй мировой войны, он заставил немножко по-другому посмотреть на эту картину. И это до добра не доводит. Эти суждения имеют, конечно, ограничительное значение. В эпоху немецкого романтизма проявилось и женственное начало. Но верно, что германская и русская идеи противоположны. Германская идея есть идея господства, преобладания, могущества. Русская же идея есть идея комьюнитарности, комьюнист, да, общая. Братство, ну мы бы сказали лучше соборности, он почему-то здесь избегает слова соборности, наверное, для того, чтобы не было коннотации с много чего, с чем. А в Германии всегда был резкий дуализм и так далее. Русские очень много получили от германской духовной культуры. У русских моральное, самое главное, русские менее семейственные, ну и так далее. Вот он это все пишет, а самое главное, что он написал, что русский народ всегда был пособен к проявлению большой мужественности. и он это докажет и доказал. В нем было богатырское начало. То есть наконец-то вот это рыцарство, вот нет рыцарства, нет выгодов, возникает богатырь. Он говорит, а у нас же есть богатырь, что ж мы забыли, но это, знаете, это надо было прожить всю жизнь, да, долго. Русские искания носят не душевный, а духовный характер. Духовное — это мужское, разумное, светлое. Всякий народ должен быть муж женственным. Итак, русский народ доказал, что он мужеженственный народ, победив германскую расу, да. Но для этого ему понадобилось две мировые войны, революция, гибель четверти нации и вообще кошмар какой-то, да. Очень дорогая цена. Очень дорогая цена. Одним словом, давайте теперь вернемся на философский пароход. Я просто показала начало этой мысли и конец этой мысли. Сейчас мы немножко вернемся к конкретике, к тому, что происходило чисто исторически. Если, кстати, Корсавин, Флоровский, они рассуждают о Востоке и Западе в терминах религиозных, католичество, православие в основном, там так, советский, трубецкой в терминах историко-географических, историасовских, вот у Бердяева это, по сути дела, и не янь, да, такое гендерно-метафизическое рассуждение. Итак, после философского парохода он оказывается в Берлине и встречается с евразийцами. В первую очередь, конечно, с Петром Петровичем Сувчинским, который уже прибыл чуть ранее его туда, уже обжился, уже завел книгоиздательство, потом издавал там Блока, разорился, ну, одним словом, сделали с евразийства, с сотоварищами, ну, то есть он уже успел довольно много за два года, и тут вот приезжает философский пароход. Сувчинский пишет Трубецкому, на днях прибыли сюда Бердяев, Ильин и Франк, виделся с первыми двумя, об евразийстве они знают, то есть евразийская литература туда дошла, с ней они ознакомились и над этим задумались, в кавычках. Итак, в общем-то, Сувчинский рад, что прибывает эта компания, но он довольно настороженно смотрит, чтобы понять, собственно, что из этого выйдет. Бердяев энергично принимается за дело, открытие религиозной философской академии, тут же он ее реанимирует, свое петербургское начало и московское. Итак, письмо Сувчинского пишет об открытии первое заседание религиозно-философской академии. Даю слово, что у евразийцев все, что говорили Бердяев, Франк и Корсавин, но Франк потом и Корсавин к евразийству присоединятся, Франк опосредованно, Корсавин непосредственно станет идеологом. Формулировано гораздо ярче и современнее. У нас то же самое, но только у нас ярче и лучше. Вообще, дали это такие рассуждения. У Бердяева Нистова Ильин, Иван Ильин, первое время он тоже интересовался евразийством, будет читать у Бердяева доклад к философскому обоснованию евразийства. На днях буду проверять его тезисы. То есть еще Сувчинский редактирует Ильина, как он там правильно доклад-то делает. Потом произойдет разрыв. Ну, Ильин, он вообще не такой человек, которому можно было править тезисы. Немножко здесь Сувчинский перегнул палку. Итак, Бердяев очень активно ищет, зазывает евразийцев в себе. Сначала в журнал София. Сувчинский принял его предложение, вышла статья, там миросозерцание искусства. К сожалению, этот журнал провалился, дальше он не пошел, там финансирования не нашлось, но вообще евразийцев, в частности Савицкий, Сувчинский, Трубецкой, он вообще не любил много писать, он только для своих. Должны были там у него писать. Далее Русский научный институт, они вместе там же работают. Потом Бердяев задумал некий принципиальный сборник о русской революции в первую очередь, позвал туда евразийцев, потому что главная его тема, то есть конец старого мира, революция в духе, революция в сознании, революция как начало новой эпохи, эпохи веры, кстати, это же статья Сувчинского, эпоха веры, которая вдохновила, в частности, его на новое средневековье, об этом, в общем-то, дело такое. И одним словом, он чувствует очень большую тематическую, духовную, эмоциональную связь с евразийцами, пока там идет, в общем-то, довольно тесная связка. Что бы он ни начинал Бердяев, он в первую очередь зовет евразийцев. Получается, во все свои академии, во все свои журналы, во все свои сборники. Насколько понимаю, сборник русской революции как-то не удался, потому что в эмиграции вообще было очень сложное отношение к революции. Для Бердяева, для евразийцев было понятно, что революция это все, это навсегда. А эмиграция, она считала, что это нужно преодолеть, выгнать каких-то случайных, ну и так далее. Там, одним словом, он не нашел достаточного количества сочувствующим этому сборнику, поэтому все провалилось. Итак, первая трещина в отношениях Бердяева и евразийцев происходит на почве католичества и православия, конечно. Евразийский сборник, который вышел в конце 23-го года, речь идет о России латинства, она очень неприятно поразила Бердяева, у которого, как известно, супруга была католичка. Потом происходит такой вот эпизод очень сложный, я вам зачитаю, потому что комментировать непросто. Бердяев на своей квартире организует, он без конца что-то организует, вот некий кружок под названием Патмос. Но, как известно, Патмос это остров, на котором апостолу Иоанну было дано откровение, апокалипсис там был написан. То есть для Бердяева очень все замечательно. И вот на одном из таких собраний, там, естественно, были евразийцы, он их везде звал, пришел Сувчинский и с ними такой товарищ под фамилией Ставровский, очень известный в какой-то степени, он внезапно всплыл в евразийстве, примкнул к этому течению, потом разорвал, потом ушел к фашистам. Такой был неуравновешенный молодой человек, типичное чадо революции, гражданской войны. Ну, какое-то время, около полутора лет, он побыл у евразийцев, потом ушел. Ну, они так опекали молодежь. Да. Итак, скандал, который описывает Сувчинский. Разыгрался скандал с Бердяевым. Когда был митрополит Евлогий Георгий Евский, его пригласили на собрание Бердяевского кружка. Наш евразийц Ставровский, ну, молодой юноша, лет 20, необразованный, несчастный, лично от себя, ничего мне не сказав, выступил с большой речью против профессорского православия, католиков и прочее. Сознаюсь, что тон был неприятный. Жена Бердяева решила при этом создать демонстрацию и агитацию в пользу католицизма и вышла из комнаты. Когда Владыка уехал, Бердяев крайний круг грубо обошелся со Ставровским, сказал, что в нем дух Антихриста и потребовал, чтобы он извинился. В это время выплыла жена Бердяева, поцеловала Ставровского и сказала, что она прощает его, ибо они братья во Христе. Получилось отвратительное, претензивозность и фальш. Спустя некоторое время Бердяев основал кружок и так далее, пригласил меня и прочее. Чтобы он не обосновывал всегда тут же евразийцев к себе. Одним словом, вот такие вот вещи начали происходить время от времени, поскольку все-таки с одной стороны Бердяев, как Корсавин и евразийцы были немногими из эмиграций, которые поддержали русскую православную церковь, которая была гонима в России, потому что в основном к ней отношения было не очень. Было мало, во-первых, известий, что происходит в Советской России, было много подозрительности на кооперацию этой церкви с революционерами, плюс там бродила еще живая церковь, революционное движение, было непонятно, что вообще происходит, на всякий случай решили лучше основать свою церковь за границей и подальше от этой красной России и красной церкви. Но я чувствую, простите за такую аналогию, немножко кажется мне такое же отношение сейчас, несправедливое абсолютно, к русской православной церкви, которая находится на Украине. Страдающая церковь, у которой изымают, у меня, например, был шок, когда я узнала, не так давно были закрыты все церкви города Чернигово, это же, это же, а там мощи, опечатали все, Феодосия Чернигово, все опечатали, все закрыли, все разогнали, там же были академия, семинария, до 500 людей могло петь на хорах. Ну, понимаете, и естественно, там церковь выживает как может, какие-то декларации, что-то происходит, но реальной поддержки какой-то я вот от России, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, мало. Вот примерно такая же ситуация была и в эмиграции. Русская православная церковь была под подозрением, и Бердяев, один из немногих, который все-таки вместе с Корсавиным и евразийцами, это была одна команда, они сказали, да, русская православная церковь там, в России. Это важно. Но при этом, знаете, Бердяев, он ведь вообще такой больше похож на барометр, он же очень нервный человек, у него все, вот он такой, знаете, как такой метеоприбор, который можно внести в комнату и померить там любую температуру. Любая фальшь, любая что-то не то, кто-то сказал не так, где-то, он тут же даст реакцию, тут же обругает всех, причем хорошо, что и русский народ обругает, и Ставровского обругает, и эмиграцию обругает, потому что он такой, знаете, глаз совести, что ли, вот в силу своей нервной организации, в силу своей, у него сознание было очень заужено, скажем так, но это в хорошем смысле слова, конечно, на правду. Вот везде должна быть правда, как он ее понимает. Никакой же, никакой фальш, никаких полутонов. Это вот в этот период 40-50 лет, потом немножко, конечно, смягчает, он сумеет найти вот этот баланс. Но в данном случае у Бердяева шла эволюция. Дело в том, что я уже помянула этот свой тезис о том, что он мало знал России, русский народ, на самом деле он мало знал русскую православную церковь, там семья у него не была особо-то какая-то церковная, даже Пасху там праздновать не очень-то, ну так, знаете, все-таки слишком много иностранного было в этой семье, больше католического. И поэтому он все больше и больше склонен. А когда он встретился с русской православной церковью, по сути дела, в момент революции, когда он был прихожанином храма Николы в Клениках, по-моему, где был отец Алексей Мичев. Ну, его прославили, сейчас он мощами там лежит. Вот к отцу Алексея Мичева пришел перед тем, как покинуть Россию. Отец Алексея, преподобный Алексей, благословил его иконой и сказал, что спасение России русского народа придет от Святого Духа. Ни от Деникана, ни от Врангеля, ни от кого, только от Святого Духа, и мы должны верить в перерождение русского народа. Вот с этой мыслью она его очень вдохновила, он, собственно, ехал, о ней потом всем рассказывал. Но в эмиграции вот этих старцев, этих духовников он не очень встретил. Отец Сергий Булгаков, вы знаете, он все-таки больше интеллектуал, он больше философ, ну, меньше как-то вот он, он богослов, но он меньше душепопечитель, скажем так. А по-всяком случае, Бердяев, он его знал скорее как философ, он видел, он присутствовал на его рукоположении, это все было, но одним словом, он чувствовал его наравне с собой, а ему нужен был кто-то, кто выше его. И вот этого, кто выше его, вот он там не встретил. И постепенно православное, такое выцерковленное сознание все больше размывается, размывается, он уходит в экуменизм, причем в такой, знаете, это стало его уже кредом, по сути дела. То есть, у Бердяева в доме и в квартире, в съемных, и плюс до Кламарского дома всегда дом был полон межконфессиональными представителями, протестанты, католики, православные, ему нравилось именно их смешивать, пить чай всем вместе, ему нравилось, потому что, конечно, это интересно, люди из разных миров, с разным мировоззрением, с разными языками, с разными языками даже. Вот он очень любил вот это многоцветье, он считал, что вот так должно быть вообще, что тот, кто говорит, что у католиков вообще другая догматика, другое восприятие, другое религиозное сознание, другая служба, они вообще причащаются иначе, у них по-по-римски, не надо это все, убирайте это все, вот давайте вот так дружить, это самое главное. Ну, тоже, знаете, вот немножко не хватало как критики, что называется, вот во всем этом, а евразийцы говорили, посмотрите, что делают католики, они пользуются тем, что эмиграция страдает, русские дети не могут учиться, русские дети голодают, и они предлагают в духе вполне нормальным иезуитским контракт. ваши дети переходят в католичество и имеют право обучаться на полном пансионе в католических учебных заведениях. И многие соблазнялись, евразийцы были возмущены. Ну хорошо, учите этих детей, почему вот именно нужно принимать католичество при этом? Они об этом говорили, Бердяев этого не хотел слушать. В общем, возникает вот эта вот ситуация непонимания, и всё больше, плюс всё больше он склоняется к тому, что всё, что против католичества, всё, всякое слово против католичества, это слово не братское, не любовное, это слово ограниченное, слово не в духе, и он с этим начинает всё больше и больше бороться. Его всё больше и больше раздражает антикатолическая позиция евразийцев. Из братства Святой Софии он желание об этом объявив, я уже говорила, что он не мог находиться в каких-то коллективах, которые не он сам создал, не по его правилам они работают. Несмотря на то, что там были все его от Струвы, хотя он с ним тоже поругался, до Булгакова, нет, он не мог. Вот сам создаёт, сам приглашает, всё, всё работает, как он задумал. Как только его пытаются засунуть в какой-то коллектив, он ломает, он там не может. Это такая психология, и даже не стоит искать, просто воспользовался ссорой со Струвы, чтобы оттуда выйти. Я не буду сейчас с братством Святой Софии заниматься. Давайте посмотрим журнал «Путь». Итак, журнал «Путь» — это, можно сказать, главный журнал русской миграции, несомненно, и главный религиозно-философский проект Бердяева. Ближайшие сотрудники «Пути» я об этом уже немножко делала после ВКонтакте, но вдруг кто-то пропустил. Я всё-таки это скажу, потому что это важно. Первые четыре номера вышли в шапки с ближайшими сотрудниками, то есть это те люди, с которыми он должен был делать этот журнал. Смотрим, значит, кто у нас вошёл в эти ближайшие сотрудники. Арсеньев, собственно говоря, полуевразийц, он писал для евразийства, статья его вышла в евразийском временнике, очень хотел стать евразийцем, но его отфутболили, потому что он слишком католичен был для евразийцев. Далее, Владимир Ильин, евразийц, один из идеологов малого круга евразийцев, он состоял в евразийской организации до конца 40-х. Самый такой долгоиграющий евразийц, можно сказать. Корсавин, идеолог евразийства, естественно. Карташов, вышло его два номера, то есть евразийство началось с двух номеров, и там и там был Карташов у них. Потом как-то они так разошлись. Дальше, Ремезов, но он такой полуевразийц, ближайший круг сотрудников Сувчинского, соавтор его журналов Вёрсты, потом в газете Евразия, в журнале Сувчинского Вёрсты, его фамилия стояла, там шапки тоже. В общем, это евразийский круг, естественно. Но дальше основоположники евразийства. Савицкий, Сувчинский, Трубецкой, Флоровский, четыре основоположника, Франк, для евразийства писал, с евразийцами, значит, работал, получал от евразийцев гонорары, всё такое. Григорий Николаевич, Трубецкой, это переходная фигура, дядя основоположника движения, дипломат. То есть, смотрите, что это такое? Большая часть сотрудников, 65% евразийцев, либо евразийского округа. Кто был вне этого округа? Безобразов. Он принимает потом священство и даже монашество и становится епископом. Отец Сергий Гулгайков, священник. Ельчининов, будущий священник, он через год принят священство. Зиньковский, будущий священник. Четверяков, протеерей, пять священников, бывших и действующих. Далее Зандер, Зайцев, это религиозный писатель. Лоский, единственный философ, интуитивист. Вот, кстати, с Лоским он не ошибся. От начала до конца, сколько Лоский он был там, столько он ему слал, постоянно свои, вот как такой, знаете, с такой немецкой педантичностью, там в пути всегда даже будет статья Лоского. Ну, Демидов, это малоизвестный общественный деятель, внук Даля. Он его пригласил, наверное, потому, что он остался верным русской православной церкви, пронировал даже посты, принять, ну, как-то так. Очень интересная фигура Пётр Константинович Иванов, религиозный писатель, малоизвестный, сейчас я не буду о нём говорить, автор Тайны святых, введения в апокалипсис, верный русской православной церкви, о нём есть воспоминания митрополита Фетченкова, можно посмотреть, человек в конце жизни был прозорливым, очень интересный. Вот такая компания. А устрялов? Не было. В пути, какой устрялов? Нет. Нет. Итак, потом в пути присоединяются другие евразийцы, Николай Алексеев, он очень плотно туда присоединился, Клепинин ненадолго, но там тоже были его статьи. А потом через 4 номера, когда выходит критическая статья Бердяева, разгромная на евразийцев, эта шапка меняется и просто написано, в статье опубликованы такие-то, такие-то, статьи таких-то авторов, и все эти авторы перечисляются. Если кто-то не публиковался, то он вылетал. Итак, сейчас я посмотрю, да, мне надо уже немножко двигаться, так сказать, к завершению. Ну, так, сейчас, секундочку. Ага, это вот одна из разгромных статей, сейчас мы её посмотрим. насчёт пути, пожалуй, да, вот, видите, вот они все, евразийцы, красуются сверху. Что у нас было по евразийству, как раздражение Бердяева на евразийцев возрастает, и в конце концов он пишет первую статью, антиевразийскую, хотя она такая, как сами евразийцы считают, довольно-таки благожелательная, довольно-таки хорошая. Причём он её поместил с тем, чтобы вызвать полемику, очень хотел, и когда ему в качестве полемики дали статью о евразийцев Корсавина, он был очень недоволен, потому что он в этой своей статье пишет, что евразийцы антиплатоники, он говорит, а какой же антиплатоник Корсавин? Это же стопроцентный платоник, а зачем вы мне... А они говорят, ну извините, так он евразийц. Нет, давайте мне другого евразийцев. Это мою статью опровергают с одним своим именем. Ну, они сжалились, так сказать, и Корсавина, ещё и Флоровского ему дали, и сами потом небольшой. Но в целом планировался только Корсавин. То есть уже изначально статья была немножко мимо цели. Он сам это признал, заволновался, когда ему стал отвечать Корсавин на эту. Итак, буквально несколько претензий. Итак, евразийцы, это Бердяев, статья в пути. Рецензия, собственно говоря, на евразийский бревенник. Книга 4, Берлин, 1925 год. Как и очень многое, Бердяев делает реакцию на статьи, на сборники. У него вообще все статьи в пути, которые он сам писал, это в основном реакция. Он даже потом завёл рубрику «Дневник философа». Что-то случалось, кто-то что-то не то делал, писал не то или на него, что-то. Всё, дневник философа, реакция. Но он такой барометр, да, вот он всё улавливает и даёт реакцию. Замечательно. И в эту реакцию он постепенно становился сам как философ. Это его путь становления, путь его взаимодействия с реальностью, которая в начале его пути жизненного, у него не было, там не было ни связи, ну я описала почему. Итак, первое, идеи малооригинальны, за исключением князя Николая Сергеевича Трубецкого. Трубецкого он всегда пишет с огромным удовольствием. В новом средневековье он пишет о Николая Сергеевича Трубецком. Трубецкой им очень нравится. Это такая мало, как бы немножко недоступная фигура князь Трубецкой. Ну вот как-то так. Но что у них есть? Пореволюционная бодрость, им нельзя отказать в талантливости. Евразийцы не вульгарный реставратор, это пореволюционная история. Сам Бердяев пореволюционный мыслитель, и он евразийцев любит и уважает с точки зрения их пореволюционности, с точки радикального разрыва с прошлым. Режительно провозглашает ремат культуры над политикой, это его похвал бы. Верно чувствует, что Европа перестала быть монополистом культуры, и что народы Азии снова войдут в поток мировой истории. Это единственное пореволюционное, идейное направление, возникшее в эмигрантской среде, очень активное. он не связывает православие, русский национальный дух сопротивляет, а вот тут он начал ругать. Нет, это пока еще похвалы бою, что они не связывают это все с монархией, согласно на республику. В общем, молодцы. Они реалистичнее, они могут сыграть проложительную политическую роль. Вредное, плохое, что у евразийцев, что не так. не понимают, что окончание новой истории, при которой мы присутствуем, есть вместе с тем возникновение новой универсалистской эпохи, подобной эпохи эллинизма. Но это чисто такая бердяевская идея, эллинизм, экуменизм, слияние Востока и Запада, обретение гармонии. Так евразийцы это тоже чувствовали, только они этого очень испугались. Они говорили, ребят, смотрите, что происходит. Западная культура поглощает все. Мы присутствуем при строительстве новой Вавилонской башни. Если западная культура внедряется в другие культуры, взламывает их, оставляет там безбожие, атеизм, безнравственность, механизм и так далее. Кстати говоря, это большое заблуждение, что якобы евразийцы против европейской культуры или против американской выступали. Нет, нет, нет. Они выступали против глобализма. Это очень важный момент. Причем антиглобалистские движения, такие вот сентенции, они уже у князя Николая Сергеевича Трубецкого были. В самой первой статье, пожалуй, пик, это Вавилонская башня и смешение языков, где он показал, как европейская культура взламывает народы, что она с ними делает, и почему глобализм всегда будет означать безбожие. Всегда. Он это доказывает с точки зрения своих аргументов. Там, естественно, можно спорить, а этот говорит, Бердяев, что так это же замечательно, эллинизм сейчас будет у нас. А евразийцы говорят, не будет эллинизма. И говорят, почему? Потому что европейская посткрестианская культура, она предлагает такие вещи, которые опасны для народов. То есть в данном случае он не понимает самих евразийцев, по сути дела. Ну, как есть. Так, далее. Евразийцы хотят остаться националистами, замыкающимися от Европы и врожденными Европе. Ну, тут вряд ли. Многие так писали о них. Ну, в общем-то, это легко опровергается. Я не буду этим сейчас заниматься. Они говорили о другом. А диалог с Западом возможен на равных, говорили евразийцы. А для этого Россия должна быть очень и очень сильна, очень самобытна и так далее. Не предлагали программы соответственные. Итак, дальше. Отношение евразийцев к Западу и западному христианству. Вот на чем они рассорились. В корне ложное и нехристианское. Культивирование нелюбви и отвращения к другим народам. Есть грех, в котором надо каяться. То есть на католичестве они рассорились. Вот где они не смогли договориться. А то, что там евразийцы говорили о духовной опасности, Западокатоличества, чего-то, это для Бердяева вообще был не аргумент. То есть они были совершенно по разной стороны. У Бердяева были свои аргументы. Это хороший опыт был вот этих вот его бесконечных чайпитий, собраний, докладов, общений с иноверцами. А у евразийцев были свои аргументы. И там, и там всё было нормально. То есть как вот это соединить? И там, и там хорошие аргументы. Там, и там опыт. Непонятно. Ненависть к западному христианству, католичеству. Это есть человекоубийство. Но дальше он, конечно, гиперполизирует, потому что ненависть к западному христианству ну как-то не было. Я не видела. Что значит ненависть? Они что, ходили там, взрывали костёлы, что ли? Нет. Но это чисто бердяевское такое. Он очень любит гиперполизировать. Он что-то... Это любые его статьи можно взять. Вот он какую-то мысль формулирует, а дальше он её гиперполизирует, и накручивает, и накручивает. Доходит уже всё в вас, антихристов, дух. Как он сказал вот одному из... Так. Ненависть к католичеству есть, по-видимому, один из существенных пунктов евразийских программ. Отрицание человечества, языческий партикуляризм. Тут, в общем, одним словом, какие-то жуткие человекоубийцы, которые ненавидят католиков. Ага. Ну, дальше я не буду тут. Дальше в основном тут такие красивые метафоры. В мышлении евразийцев совсем нету. Духовной свободы, Комяков. Всё умирает. Не знают никакого они Серафима Саровского. Ну и так далее. Вот из этой серии всякие. Ну, немножко хвалит Сувчинского, потому что Сувчинский разделяет эпоху веры. Ну, вот такая статья. Неуважение к человеческой творчеству, мысль, неблагодарность. Ну, это всё, понимаете, это всё какие-то эмоциональные реакции. Что значит неуважение к человеческой мысли? Ну, покажи мне, а где они неуважают человеческую мысль? Непонятно. Итак, вот дальше шла ответ Корсавина. Очень ехидный, потому что Корсавин, он ехидный человек, он умница, он всегда конкретен, он его ехидненько подправляет, где-то подхваливает. Мы не будем Корсавинский ответ писать, потому что Корсавин, естественно, он слабое место у Бердяева тут же нашёл, что якобы евразийцы, не платоники. Но это правда было слабое место, потому что евразийцы не только не были платониками, они только не были персоналистами. Они концепцию личности, персоны вообще во главу всего поставили, только у них была личность-то хоровая, а у Корсавина радикально индивидуалистическая. Это разные концепции личности, но и там, и там это персонализм. Просто Корсавин, он в этом смысле, по-моему, довольно радикален, он признаёт только вот эту концепцию личности. А соборная концепция личности, кстати, очень красивая, интересная, там круги у них личности, лики, соборы, хоры, прочее. Это ещё от философии Сергея Николаевича Трубецкого шла такая вот струя. Николай Сергеевич, он очень много, кстати, от своего отца воспроизвёл в данном случае. Плюс Корсавин там добавил. Это всё не принимается в расчёт. Это всё нет, это не духовность, не свобода, рабство, это всё не надо. Вот только свободный дух, как я его исповедую. Но при этом, знаете, что поражает Бердяеве? Что в нём совершенно удивительно? Высказывая такие абсолютно радикальные вещи, он при этом умудряется сохранять почти со всеми прекрасные отношения. Он всё равно будет их приглашать, он всё равно будет им писать письма. Вот у меня тут есть письма даже, что-то опубликовано, он даже будет говорить нехорошие вещи. Например, дорогой Пётр Петрович, пишет он Сувчинску, вы очень вредный человек, я бы с вами жестоко враждовал, если бы у меня не было к вам личной симпатии. И так со всеми. Со всеми он враждует и со всеми он дружит. И он умудряется это всё делать как-то без противоречия. Это был самый коллективистский человек русского зарубежья, он собирал вокруг себя без конца всех, просто все, вот вокруг него был хоровод. А он в центре, человек, который исповедует радикальный индивидуализм. Вот удивительно, правда? Ну, посмотрим, что случилось дальше у нас в пути. Значит, Флоровский пишет статью «Окамененное бесчувствие» по поводу полемики против евразийства, защищает евразийство. Они сблизились как раз с Савицким на эту тему, потому что Пётр Савицкий, у него свадьба была, они с Флоровским были женаты на родных сёстрах. Ну, пришлось на свадьбе быть, опять там сблизиться. Флоровский приходит опять в евразийство, начинает посещать их семинары, пишет статью «За», а потом через два его приглашают в Свято-Тихоновский университет и «Дилемма». Университет-то не против евразийства, потому что, простите, Тихоновский, это у меня, да, оговорка по Фрейду, Свято-Сергиевский, Парижский, Богословский институт, конечно, да. Его приглашают туда, а что такое Сергиевский институт? Это же противники Московской патриархии, они же там не любили. Когда архимандрит Сафроний Сахаров приехал печатать в Париж после войны с Афона свою книгу о старце Силуаны, он хотел восстановиться, он там первый курс закортил перед уходом на Афон, а к его не приняли, потому что ты поддерживаешь Красную Церковь, патриаршу. У них там были очень такие жесткие, и Флоровский не знал, что делать. И тогда он порывает с евразейством, пишет статью «Евразийский соблазн», которая стала таким лейблом для евразийства. Ну и даже говорит, что я в конце, пишет, что я вообще никогда не имела никакого отношения к евразейству, даже немножко лукавит, хотя он основоположник евразийства. То есть ему было очень важно очистить свою репутацию от всякого евразийства, и он это делает настолько радикально, что он даже порвался с Савицким и никогда с ним не переписывался, хотя они родственники, женаты на родных сёстров. До конца дней никаких писем не было. Но тут пока в пути есть след этого метания в виде книжки, в виде статьи про евразийцев. Дальше мы видим полемику, которую Бердяев запустил по поводу католичества между Григорием Трубецким и всеми евразийствами. Вот католичество было очень важно ему защитить, он себя чувствовал рыцарем, который обязан защитить прекрасное католичество от вот этой вот толпы католичества ненавидящих евразийцев. И в конце концов последний его Кламарский раскол. Сейчас я посмотрю, может быть, я вас уже начинаю немножко превышать. Ага, я думаю, что надо мне минут 10-15 ещё вот завершить эту композицию. Так, значит, и вот в пути номер 8 1926 года выходит снова реакция Бердяева на такую работу, которая называется «Евразийство. Опыт систематического изложения». Автор этого опуса был Корсавин, но Бердяев то ли этого не знал, то ли не знаю. Он пишет о том, что это евразийский катехизис, хотя это именно Корсавинское евразийство, по поводу чего сами евразийцы были не очень согласны. Трубецкой с Корсавиным довольно жёстко полемизировали. Трубецкой не поддерживал целый ряд фундаментальных Корсавинских евразийских тезисов по поводу государства, по поводу церкви, по поводу духа, религии, личности. Но Бердяев даёт реакцию на евразийство Корсавина. Он говорит об этом, цитата Бердяевская, «Работа носит явную печать индивидуально религиозно-философской системы, которая без достаточных оснований выдается за православие». Может быть, он знал, что это Корсавин? Я не знаю. Тут для меня загадка. Наверное, исследователи Бердяева могут это знать. Итак, сначала хвалит. Он признаёт факт совершившейся революции. Но опять-таки для Бердяева это такое вот важно, пореволюционная мысль. Всё русское зарубежье, которое не признало этот факт, он уже почитал отсталым, таким несовременным. То есть он говорит, что это политический реализм. Это хорошо. Плюс евразийцы целостно понимают революцию. Много есть схожего с мыслями, которые я развивал в своём новом средневековье, несмотря на существенную разницу в моральном и религиозном пафосе. То есть сам Бердяев признаётся, что его книга «Новое средневековье», где он ссылается на Трубецкого, она очень сходна с евразейством. Но в чём разница моральный и религиозный пафос? Религия — это католики, мораль, вот сейчас он их будет ещё и морально громить. Евразийский соблазн, манизм, оптимизм. Так, значит, что ей не нравится? Он обвиняет евразийцев, на самом деле в этом грешен только Корсавин, в том, что государство есть становящаяся церковь. Ну, у Корсавина вообще такой заоблачно немножко мыслитель. Он действительно говорил, что государство в своём становлении постепенно становится церковью. Ну, в некотором роде в этом есть какой-то смысл. Во-первых, Византия, она постепенно стала практически... Помните, Басилев, когда он принимал делегацию, он там сидел вроде как икона, тут скипетр, тут держава, тут там всё светится. Он образ бога. Ну, действительно, вроде так. Царь тоже в русской традиции почитался не хуже попы римского, очень такая священная фигура тогда. То есть здесь Корсавин говорит о бывшем, но смешивает это с должным. И Бердяев, он как такой вот духовный инструмент, тут же улавливает, тут же это вычленяет и дальше будет громить, накручивая опять вот эти аналогии, так сказать, демонизируя евразийцев как можно больше. Итак, значит, евразийцы якобы почитают абсолютизацию государства, но это не так абсолютно. Идиократия, да? Коммунизм есть идиократия. Значит, всю статью без конца он ругает этатизм, ну, вот этот вот тезис Корсавина, накручивая его до такой степени, что если раньше накрутил он, что евразийцы являются католиконенавистниками, то теперь он накручивает этот тезис и делает евразийцев государства поклонниками. Причем тут такие красивые и Кесарю, и Евангелие цитируют, и громит их, такие они ужасные. Человек выше государства, говорит там так, как будто бы евразийцы бы с этим не согласились. Ага, они коллективисты, почти в такой же степени, как коммунисты, как крайне правые монархисты. Они склонны признавать абсолютный примат коллектива, господство над личностью. Ну, вот, собственно говоря, об этом дальше свой этатизм, своей мечтой о совершенной организации жизни через государство евразийцы порывают с традициями нашей национально-религиозной жизни. А что нужно? Нужна эсхатология. Нужно вот такое. В общем, вот такая статья. И вот эти две его статьи, они являются для аспирантов, для студентов, для некоторых даже исследователей, ну, такими, знаете, непререкаемыми вещами. Вот как будто бы он, последнее слово, знаете, как вот Библию мы открыли, вот последнее слово там написано. Здесь то же самое. Надо все-таки критически разобраться, о чем он пишет и прав ли он. Ну, это вот Бердяев, да. После он писал еще несколько статей, в основном в дневнике философа, где он писал о евразийцах довольно много. Но, в общем-то, я сейчас не буду, поскольку у меня нет времени, да и вы устали, я понимаю. Речь идет о том, что тема Востока и Запада его все-таки не отпускает. В 30-е годы, в 1930-е годы он наконец-то формулирует более гармоничную концепцию Востока и Запада, не такую, знаете, инь-янь гендерную, как это было в 1918 году. Пишет более конкретно, более красиво. Стоит почитать его статью «Восток и Запад в пути». Это номер 23-й пути за 1930-й год. Там он пишет о том, что Восток очень разный. Это и Китай, и Индия, Россия. Это Ближний Восток. Да и Запад очень разный. И Германию, Англию, Америку, Францию. Как мы можем это смешивать? Это вообще все разное. Ну, такие очевидные вещи говорит, но все это нужно проговорить, конечно. Он пишет о том, что Восток замыкается в себе с эпохи Ренессанса, Запад отрекается от Востока. На самом деле Восток, это что такое Восток? Восток — это родина всех религий. На Западе не было никогда никаких религий. Запад это только усваивал и доводил до какой-то совершенной формы. Аристотель, Платон, Запад получил с Востока. И поэтому, замыкая и отрезая себя от Востока, Запад постепенно усыхает и умирает. Ну, в общем, довольно-таки трезвые, хорошие, правильные мысли, очевидные. Он это красиво формулирует. Это хорошая статья. И он пишет о том, что русские люди — это люди Востока, Запада. Ну, можно сказать, евразийцы. Красиво. То есть, по сути дела, в 30-е, потом идёт война, 40-е годы. После войны, я вам цитировала вот эту вещь из «Душа России». Ну, это его знаменитые книги. Это переписка Бердяева с Сувчинским. Ну, немножко его почерка такого торопливого. То, что подчёркнуто, это подчёркивал Сувчинский, возмущаясь на то, что его вредным человеком обзывают, ещё что-то там такое. В 40-е годы созревает Бердяев, знаете, как такой философ уже не сколько антиномичный, сколько гармоничный. И то, как он формулирует отношения Востока и Запада, оно становится более близким к евразийству, чем это было в момент их столкновения с евразийством. То есть, в 20-е годы. Это довольно любопытно и может свидетельствовать о том, что евразийская мысль во многом, очень во многом права. Евразийская мысль, она не просто пореволюционная, но она такая более зрелая, что ли. Несмотря на то, что евразийцы были примерно на 15 лет моложе Бердяева, но они не принадлежали к поколению, которое шло от марксизма к идеализму. Понимаете, они не ломали этих дров, они там не блуждали, для них Маркс был абсолютно неинтересен. Они родились сразу, всё это поколение вообще никак не участвовало в революции. Они пришли созидать, они пришли творить, они пришли делать академические карьеры, а им поколение их отцов, вот эти все Бердяевы, сделали революцию, строили. Они, конечно, были очень недовольны этой ситуацией, потому что и Трубецкой был нацелен на академическую карьеру, Савицкий был настроен на академическую карьеру, он при Питерском университете учил, он уже работал в припосольстве. Это было поколение 100% антиреволюционное, они это изжили. В этом смысле поколение евразийцев, вообще вот это вот всё, оно какое-то более обезрелое даже, чем поколение русского ренессанса, как его называет Бердяев, русский ренессанс. В наше время это стали называть Серебряным веком, потому что люди поколения Серебряного века, русского ренессанса, они прошли слишком сложный путь, и в момент, когда нужно было воцерковиться, они как-то им уже сил не хватило, они остались поверхностно-церковными людьми, по сути дела. Бердяев, он очень... А что касается евразийцев, ну, я всё-таки подчеркну вот этот церковный момент, Трубецкой Николай, он был старостой церкви, венского прихода и спонсор был венского прихода, у него на квартире спевки устраивались, каждую неделю, это было очень неудобно, можете себе представить, приходишь отдохнуть, а тут тебе поют концерты там, ну, ему приходилось мириться, он такой вклад в это вносил. Советский пламенно верующий человек, пламенный, просто невероятно, кстати, кому интересно, может почитать его переписку с Афанасием Ковровским. Святитель Афанасий, новомученик, они вместе с ним сидели потом в мордовских лагерях, он переписывался с Тестором также, тоже сидели в мордовских лагерях, и все эти владыки, которые были потом прославлены в лике святых, Афанасиен вообще считается, можно сказать, мучеником номер один, он 33 года сидел в тюрьмах и лагерях, и потом он является творцом службы церковной, новомучеником, исповедником российским. Вот это был его корреспондент и духовный отец. Переписка опубликована, на эту тему мы будем делать, кстати, у нас в Доме русского зарубежья, 3-го, кажется, числа, или 2-го, я потом уточню, апреля, доклад с Ольгой Владимировной Окосик, она занимается этим, этой вещью, перепиской, в общем, новомучеников, письменными новомучеников, она этим занимается, она издатель, исследователи, Житии, Нестора, Афанасия, то есть, понимаете, это были люди, причастные вот этой сфере бытия, а марксизм Бердяева, его вот этот католический момент, он все-таки как-то отодвигал от вот этого церковности, в духе русской православной церкви, скажем так. Это неоспоримый, на мой взгляд, факт, для кого-то это хорошо, кто-то, например, равнодушен к церкви, для кого-то это плохо, но просто это надо учитывать как факт, как такой вот момент. Недаром Ставровский, которого он обвинил в духе антихриста, говорил о профессорском православии, все-таки этот момент тоже был немножко книжно, немножко профессорское, немножко свысока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok